А вы следите за Евровидением? Да. Прокомментировать можете по результату последнего? Выиграл бельгиец, да, по-моему? Да, не помню. Я помню, что Гагарин на втором месте, и вот это существенно. А выиграл швед, по-моему, нет? Ну, мне... Что мне сказать, прокомментировать Полину? Швед, швед выиграл, да. Полину или ситуацию в Евровидении? Вот с Полиной, как вы считаете, мне кажется, что второе место – это более чем? Нет, это очень хорошо, это заслуженно, и могло бы быть и первое место, но мне почему-то показалось, что песня бельгийца, она была немножко сильнее, она была более массовая, скажем так, она более хитовая была. То есть если бы вы были, условно, каком-то жюри, решение ваше было, то результат бы тоже был бы иной, да? Вы знаете, после последнего Евровидения хотелось взять какой-то реванш, в плане эстетики. После, имеете в виду предпочтения, вы кончитыворство имеете в виду? Да, да, потому что это, конечно, это... Что это? Причем это действительно талантливый человек, но, понимаете, Евровидение – это народный конкурс, его смотрят дети. И вот это вот позиционировать, и это культивировать, это нельзя. Есть для этого специальные клубы, и есть специальные поклонники. И из-за этого, конечно, я считаю, популярность этого конкурса немножечко, я думаю, что идет на спад. Я тоже считаю, что это открытие, это очередное окно Вертона открывается, когда... Ну, вы первый человек из шоу-бизнеса, который в этой студии вот со мной солидарен, потому что все остальные говорили, что да нет, это же здорово, это смело, это... Я не имею ничего против, но я говорю, что для этого есть определенная публика и определенные концертные залы. Вот теперь я понимаю, что значит «восточный человек». Мы с вами восточные люди, мы к вам по-восточному к этому относятся. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.